Ну что, кто хочет слушать и будет слушать? Ну да. Так, в общем, я это дружелюбно назвал 3D-печать для чайников. Не для того, чтобы кого-то обидеть, а для того, чтобы обозначить уровень сложности. Я когда пытаюсь разобраться с чем-то новым, я всегда сначала нахожу себе эту книжку, там что-то там для идиотов, читаю, начинаю хотя бы понимать слова, которые вообще используются в разговоре. Потом же можно читать что-то интересное. Из 3D-принтеров, которые люди используют дома или в каких-то, скажем, бюджетных местах, то есть не те, которые там… То есть речь про 3D-принтеры, которые там используются в промышленности, которые там могут печатать сталью или могут печатать даже живыми клетками, чтобы печатать органы у нас не пройдет. У нас будет вот для себя просто поиграться, что-то поделать. Соответственно, как правило, это один из двух типов принтеров. Либо то, что слева, fused filament fabrication, то есть это вот то, что мы сейчас там видим в углу, печатается у нас, когда из пластиковой нити вот так вот печатающая головка постепенно намазывает пластик. Вот эта вот платформа, которая обозначена буквой E, постепенно опускается и освобождает чуть больше места для головки, она может печатать, соответственно, слой за слоем и так далее. Альтернативный вариант – это когда платформа неподвижна, а головка поднимается, но суть та же. Еще бывают принтеры вот такие, стереолитография или SLA. В принципе, это все стереолитография, но тип принтеров так почему-то называется. Он вообще поступает прикольно. Там есть в жидком состоянии еще не полимеризованный, да, не полимеризованный состав. И он полимеризуется, господи ты, боже мой, лазером или там светом или чем-нибудь. То есть, соответственно, вот эта вот ванночка с жидким еще составом может опускаться. Лазер опять-таки слой за слоем полимеризует этот состав и тоже может собрать с нам какую-то фигуру. В принципе, геометрически это чем-то схоже. Можно делать и то, и другое. Ну, тут совершенно два разных типа принтера. То есть для одного вам нужно покупать бобины с пластиком, для другого вам нужно покупать, соответственно, этот состав, который должен подходить под тип полимеризации, который используется, которая может быть там либо просто видимым светом, либо ультрафиолетом. Ну, и, соответственно, больше хлопот с вот этим правым вариантом. И еще он бывает немножко токсичнее. Соответственно, дальше речь пойдет только вот про левый вариант. Намазывание из нити. Какими материалами, как правило, люди печатают на таких принтерах? Есть исторический, в общем-то, как правило, начиналась вот эта вот 3D-печать с ABS-пластика. ABS – это что-то-то там стерен, обычный пластик, который там используется вообще в повседневности. В частности, там вот Lego из него делается и куча всего еще чего-другого. Обычный, блин, пластик. При температуре около 200 с чем-то градусов он плавится, и можно вот так вот производить печать. Потом люди придумали еще пыла. Пыла забавен тем, что он делается не из нефти, а из растительности, в общем. И как-то он там расшифровывается, полилактовая кислота, или как-то по-русски я не уверен. Но прикол в том, что он даже биоразложимый. Он разложимый там за десяток-другой лет, но тем не менее, типа, экологичнее. И на самом деле люди чаще сейчас печатают пыла даже не в честь его там каких-то экологических свойств, а в честь того, что им чуть проще печатать. И почему проще, я, пожалуй, расскажу чуть позже. Есть еще всякие другие пластики, которыми можно печатать с какими-то своими особенностями. Есть термополиуретан. Он гибкий. Смотрите, я вам покажу. Эта вот вещь, напечатанная из термополиуретана, вот она так, ее можно вообще гнуть и мять. Но им тяжело печатать. Почему? Потому что, по той же самой причине, потому что он гибкий и эластичный. И печатающие головки его просовывать через себя вызывает чуть больше затруднений, чем обычный твердый пластик. Еще можно печатать поликарбонатом. Поликарбонат хорош тем, что из него можно делать более надежные и крепкие вещи. Но им для него нужен повышенный температурный режим. Я, на самом деле, не пробовал напечатать. Бывает прикольный пластик с тонкой древесной пылью. Вот если вы там видите на столе стоит, это похожая на бумажный пакет вещичка. Это как раз напечатан из такого пластика. То есть это тот же самый пыла, но в нем такая вот древесная пыль, что придает ему немножко такой древесной текстуры. Но еще он забавно пахнет немножко как ламинат. Бывает еще пластик с углеволокном, который, опять-таки, тоже должен помочь с механическими свойствами. И я, на самом деле, не пробовал, особо ничего не расскажу. Бывает еще прикольный пластик, который водорастворимый. Я не помню, как этот ПВА расшифровывается. Нет. Поливинилоцетатный все-таки клей. А пластик как-то иначе. Может показаться немножко абсурдным, зачем нам нужен водорастворимый пластик. Вот, но он очень полезен для ленивых людей при печати поддержки. Про поддержку я тоже расскажу чуть позже. Но суть в чем, в том, что... Опять-таки... А, ладно, сейчас расскажу про поддержку. При печати, ну, получается, у нас же есть земля, у нас есть гравитация. И принтер же не может взять и повесить жидкий пластик где-то там вот в воздухе, чтобы он висел в этом слое и ждал, пока ему там еще что-то допечатается. Вот, посмотрите, опять-таки там вот лев там или горький на скамейке, да. Они все печатались с поддержкой. То есть поддержка – это лишний пластик, который печатается просто для того, чтобы печать в принципе могла быть напечатана. Он выполняет такую вспомогательную функцию при печати. А после этого, ну, соответственно, его нужно выковыривать. Это занимает какое-то время. И вот для ленивых людей можно печатать поддержку отдельным пластиком. То есть, если у нас есть принтер, и в принтере есть хотя бы два сопла. У меня дома принтер с одним соплом, я так вообще не могу делать. Но вот этот вот принтер, пока у него еще оба сопла работала, мог печатать с двумя пластиками, с двух бобин. Соответственно, в одну бобину вы ставите, собственно, целевой пластик, которым вы хотите напечатать вашу, вашу модель. А во вторую вы ставите этот ПВА и указываете, что поддержка должна быть напечатана вот этим вот вторым пластиком. И потом, после печати, вы просто там кладете эту свою модель в воду на полсуток. Происходит чудо, и у вас остается модель без поддержки. Для тех, кто там все-таки не настолько богат и шикарен, чтобы разжиться принтером с двумя печатающими головками. Поддержка удаляется. Я для этого использую шило, пинцет, канцелярский нож и много терпения. Еще я как-то пробовал флюоресцентный пластик, где было в том, что, ну, как обычно, там вы солнцем его насветили, он там прикольно светится. Но я очень расстроился, потому что этого эффекта там было очень-очень мало. Поэтому не покупайте флюоресцентный пластик, он не работает. У меня работает. Да? Значит, у тебя лучше флюоресцентный пластик, чем у меня. Ну, есть еще всякие другие вещи, о которых тоже можно где-то там найти в интернете. Статьи прикольные, которые... Я хочу попробовать еще пластик с железной пылью. Его после печати можно немножко пошлифовать и оставить немножко заржаветь. Получаются такие атмосферные ржавые вещи. Но напечатаны на 3D-принтере. Тоже вот хороший вариант, да. Соответственно, как выглядит, происходит процесс, если вы хотите, в принципе, что-то напечатать. Первым делом вам нужна модель. Проще всего ее пойти и скачать на Thingiverse. Там есть очень много чего. И механические вещи, как там шестеренки, какие-то запасные детали какой-то бытовой техники, еще какие-то функциональные вещи. Так и какие-то там скульптурные и художественные вещи. Можно сделать модель самому. Если вы там инженер или скульптор. И в зависимости от того, что вам нужно. Я такой больше инженерный человек. Я могу самостоятельно делать там только какие-то механические детали. Вылепить что-то там я не могу. Поэтому я, к сожалению, этого не делаю. После того, как у вас есть, собственно, модель, ее нужно нарезать. Ну, не знаю, по-русски это, наверное, называется нарезка. По-английски называется slicing. Идея в том, что вам нужно сделать из модели, собственно, файл с командами для принтера. То есть принтер, он работает с файлами, которые напрямую ему указывают уже на низком уровне, что им, собственно, делать по шагам. Передвинуть головку на полмиллиметра сюда. Высунуть вот такую вот длину пластиковой нити. Передвинуться сюда. Прогреться там для такой температуры. Ну, вот такие вот, такого рода команды. Соответственно, slicing – это процесс преобразования 3D-модели из красивой полигонной сетки в, собственно, команды для принтера. Есть разные нарезчики. Вот эти вот Cura, slicer и simplify 3D – это только некоторые из тех, которые существуют. Эти три, они хороши тем, что они, скажем, универсальны. Они могут работать с многими разными принтерами. Изначально просто их нужно настроить под конкретный принтер. Или если вы используете какой-то один из популярных принтеров, то эти настройки там уже даже будут сразу, что очень удобно. И, собственно, вот. Из этих троих я использовал только Cura и simplify 3D. Cura мне нравится больше тем, что она бесплатная. Симплифай 3D стоит где-то там долларов 120. Ну, понятно, что на торрентах можно купить бесплатно. В Cura мне нравится тем, что у нее существенно больше настроек. Это, в общем-то, и плюс, и минус. Плюс для тех, кто хочет поразбираться, минус для тех, кому лень разбираться, хочется, блин, просто напечатать. Симплифай 3D хорош тем, что в нем удобнее работа с поддержкой. То есть по умолчанию. Нарезчик. Поддержку вставляет в модель сам. Там, где он геометрически видит, что у нас какие-то участки просто нависают и не могут быть напечатаны сами по себе. Но в этот процесс можно вмешиваться и чуть-чуть дорабатывать поддержку. В simplify 3D это сделать проще. Но в Cura тоже можно. Ну и, собственно, печать. Нарезанную модель. Вы либо через USB кабель, либо на SD карточке отдаете в принтер. Нажимаете кнопку печать и терпеливо ждете. В зависимости от размера модели и настроек. Печать может быть от 10 минут до десятков часов. Собственно, все. Но не совсем. Потом еще надо выколопать все-таки поддержку. Это может быть тяжело, если она огибает какие-то другие части вашей модели. Ну, то есть может просто топологически оказываться, что ее невозможно отделить от модели, потому что там у вас там модель какая-то представляется. Ну, например, на льва посмотреть. И поддержка, например, целиком огибает его ногу. Для этого нужен консерванский нож. Там резать, стараться. А потом еще можно пошлифовать модель и как-то дополнительно ее еще сгладить или покрасить. По поводу добавления гладкости. То есть по всем этим 3D-печатанным моделям, ну, по ним видно, что они вот слоями напечатаны. Они чуть-чуть такие на ощупь, там если ногтем их поцарапать, то ощущается, что они из слоев сделаны. Вот. Можно делать следующее, что люди придумывали. Один вариант. Если вы печатали АБС пластиком, то есть тем, который там обычный пластик, он растворяется в ацетоне. Для этого, чтобы сгладить модель, люди делают ацетоновую баню. Берут какое-то небольшое количество ацетона в какой-то небольшой баночке, ставят рядом с моделью. И модель вместе с этой вот емкостью, с ацетоном, накрывают, например, какой-то большой там уже стеклянной емкостью, ну, как большой, наименьшего объема и размера, который все-таки можно охватить и моделей, собственно, ацетон. Ацетон испаряется, и его пары потихоньку впитываются в модель и, собственно, сглаживают. Кроме, собственно, сглаживания, это добавляет, немножко добавляет еще механической прочности. Почему? Потому что слои лучше скрепляются друг с другом. Еще вариант для добавления гладкости. Ну, почему? Потому что, наверное, пары, поэтому называется баней. А так, ацетон радостно испаряется очень быстро сам по себе, без какой-либо температуры. Но я мог что-то забыть в процессе, потому что я этого, на самом деле, никогда не делал. Рассказываю по памяти. А? Ну, ацетон достаточно быстро выветрится. Да, то есть, цель, ну, как бы, потом просто оставить на свежем воздухе, опять-таки, чтобы... Ты как, пробовал, на самом деле, ну, вот именно красить ацетоном, покрывать кисточкой? Ну, то есть, там никаких разводов не остается, да? Ну, да, ловкость рук. Ну, вот. Ну, на самом деле, там, с кисточкой и красить, я это делал с эпоксидкой. Ну, чтобы вот такая штука, она не уголовала, не укладывалась, и печатка суббит, да, то она в то время началась на персональном центре, так, где есть пить. Да, то есть, вы иначе на пыль, потому что на печатке, вот, на свой. Чтобы до уникли, перезошло, да, надо вот здесь, вот здесь, очень хуже. А, кстати, варен. То есть, это просто, все, фарки маленькие, да, и термитичная экономика, и поэтому, варен, я вот еще с точки зрения покрытия, я покрывал эпоксидкой, там, декоративной эпоксидной смолой, из которой, там, люди делают какие-то брошки, еще что-то. То есть, она застывает достаточно долго, там, больше суток. Это значит, что ей можно спокойно красить, она гладенько распределяется по поверхности. Естественно, получается тоже гладкая модель. Ну и, собственно, да, можно красить, как любой другой пластик, там, чем угодно еще, либо с грунтовкой, либо без, как пойдет. Теперь чуть больше подробностей про, собственно, нарезку. Потому что, на самом деле, есть такая, не знаю, поговорка, что печать настолько хороша у вас будет, насколько хорошо вы нарезали модель. Потому что, скажем, с принтерами, которые печатают на бумаге, там все достаточно просто, вы сказали, что напечатать, все напечатал. А 3D-печать еще до такой простоты не дошла. И много чего нужно настраивать самостоятельно. И эти настройки очень зависят от принтера. И выясняются опытным путем. По-хорошему, например, для вот этого принтера, который стоит в hackerspace, я думаю, у нас на вот том маленьком стареньком компе, который тоже стоит недалеко в уголочке, там по прошествии времени должен быть установлен нарезчик. У этого принтера свой собственный нарезчик, какой-то специальный. И этот нарезчик должен быть идеально настроен под этот принтер, чтобы все, что нужно было человеку сделать, это просто прийти с моделью, нарезать и отправить печатать, а не заморачиваться настройками самостоятельно. Что есть из основных настроек? Это скорость печати. Скорость печати. Тут есть два аспекта. Один аспект – это скорость перемещения, собственно, головки. Можно ее настроить так, чтобы она быстренько носилась туда-сюда и высовывался пластик. Можно медленно. Как правило, чем больше скорость, чем может быть чуть-чуть хуже качество за счет того, что она не будет успевать на, например, каких-то резких поворотах, достаточно быстро затормаживать. Это проявляется иногда в небольших артефактах печати. Но опять-таки зависит от того, насколько вам филигранно точно хочется что-то напечатать, с этим можно экспериментировать. Второй аспект скорости – это толщина слоя, которым вы печатаете. Толщина слоя варьируется примерно где-то от 1,1 мм до диаметра печатающего сопла. От диаметра печатающего сопла типичный – это 0,4 мм. Но их можно менять. Соответственно, опять-таки, чем меньше толщина слоя, тем, естественно, дольше будет печать, но она будет выглядеть качественнее, потому что не так будет заметна эта слоистость. Еще параметр печати – это плотное заполнение. Модели, они никогда монолиты не печатаются. Внутри всегда много пустого пространства. Плотное заполнение типичное где-нибудь от 10% до 30%. Если вы что-то хотите механически крепкое, то можете сопоставить плотность процентов 40. Больше 40 я никогда не пробовал делать, это никогда не надо было. Если у вас просто что-то декоративное, то и 10-15% хватит. Следующий аспект – это поддержка. Минутыч, он получается с рыбками как сыр? Ну, не то, что прям совсем как сыр. Он скорее как… А не будет стоять на поверхность? Ну, вот можно посмотреть на вот эти модели. Если вы попробуете, возможно, в очень ярком свете их просветить, то, может, вы и заметите, что какая-то внутри неоднородная структура. Но на самом деле, как правило, это незаметно. Особенно, если вы печатаете там… Нет, внешняя граница всегда сплошная. То есть поверхность всегда пропечатывается вся. А внутренний объем – вот там происходит экономия. внешняя поверхность, что у вас была в вашей модели, все будет. Внутри не все будет. Поддержка. По-простому настраивается просто, скажем, градус наклона, начиная с которого нарезчик начинает подставлять поддержку под поверхность. То есть если у меня, например, есть вертикальная поверхность, там нечего поддерживать. Если она нависает… Ну, то есть как бы вот здесь вот у меня основной объем детали, да, и она нависает где-нибудь там градусов 80 или 70, это еще нормально. То есть все будет нормально печататься. Соответственно, если там она горизонтальная или там градусов 10 отклонения, то печать не произойдет, то есть уже будет нужна поддержка. Как правило, поддержка, значит, типично вставляется градусов от 50, ну, то есть по-нормальному 40 градусов отклонения от вертикали. Еще параметром важной печати является температура печатающей головки и температура основания. Ну, с температурой печатающей головки все достаточно понятно, то есть она должна быть достаточно высокой, чтобы расплавить, собственно, пластик. И эта температура зависит от пластика, который вы печатаете. И, как правило, ну, там для АБС, для ПЛА, там, ну, это известные температуры. Для каких-то особенных пластиков производитель там всегда указывает на мотке, с какой температурой его нужно печатать. Можно на самом деле экспериментировать. То есть если указано, что надо печатать 210 градусов, это не значит, что там либо 210, либо все. То есть это плюс-минус там 10-15 градусов вполне можно экспериментировать. Эффект будет разный. То есть если вы печатаете более жидким пластиком, у вас будут лучше склеены слои друг с другом. Это один плюс. Если вы печатаете на чуть пониженной температуре, у вас получится чуть более точная печать. Там пластик никуда не будет пытаться утечь в процессе печати. Основание, на котором производится печать, подогревается для того, чтобы изначально, собственно, модель прикрепилась к подложке и никуда там вправо-влево не ездила в процессе печати. Для этого нужен, да, подогрев основания. Дальше. У этой вещи нет какого-то названия. Это, собственно, то, как вы располагаете деталь на основании при печати. Как вы там можете повернуть, положить на бок, например. Почему это важно? Потому что 3D-печатанная модель с механической точки зрения ведет себя очень по-разному в зависимости от направления слоев. То, что она слоистая, означает, что слои эти могут отклеиваться один от одного при приложении какого-то усилия. И это вот усилие для расщепления слоев существенно меньше, чем то, которое нужно, чтобы порвать на печатанную нить. И получается, что если вы печатаете что-то для каких-то механических целей, то вам стоит примерно рассчитывать, где у вас будут какие напряжения и делать так, чтобы нигде у вас не было напряжения на разрыв слоев. Вот ради этого можно как-то поворачивать детали и складывать ее как-то иначе. И еще есть очень-очень много других настроек, которые могут в небольшой степени влиять на печать. Но это уже если очень сильно захочется с чем-то разбираться. После того, как что-то напечаталось, есть еще вопрос использования. И у этих пластиков есть особенность, что они не очень любят температуру. То есть начиная с… То есть эти основные пластики там вот АБС и ПЛА, начиная где-то градусов 60, у них градус 60 называется Glass Transition Point. Я не знаю, как это по-русски. В общем, точка перехода в стекло, наверное. То есть они становятся немножко текучими. Соответственно, очевидно, кипяток в них наливать – плохая идея. Они поплавятся. То есть температурный диапазон – это где-то там градусов до 40, ну максимум 50. Если хочется в каких-то более теплых условиях что-то эксплуатировать, можно напечатать что-то из поликарбоната. Поликарбонат, у него это точка где-то градусов 150. Но, опять-таки, я не пробовал им пользоваться, я вам не расскажу. По поводу того, чтобы оставить вашу вещь на улице. Ну тут никакой, никакой еще человеком сделанные вещи, солнце и дождь не пошло на пользу. Соответственно, вот этот 3D-печатанный пластик, точно так же, как любой другой пластик, со временем от солнца в нем разрушаются эти полимеры… Господи, короче, связи его химические между единицами полимера. И он становится более хрупким. Вы можете на YouTube найти ролики про то, как там люди печатали реально горшки для цветов садовых, ну и оставляли их там на улице. Ну то есть через год где-то они становились такими уже не очень особо сильно горшками. Вот. Но зависит от, собственно, пластика, от того, какой толщины вы его напечатали и прочих, наверное, каких-то условий. Вот. По поводу механики. Ну я уже немного рассказал, да, про то, что усилий, которые разрывают слои, по-хорошему быть не должно. Или их должно быть очень мало. А так достаточно хороший, прочный, как обычный пластик получается детали. В количественном выражении, опять-таки, на Хабре я видел интересную статью, где люди экспериментировали с вот этими прочностями там на разрыв, изгиб, излом и так далее. Можно все почитать, если вы так более инженерно заморочитесь. Так. Пару слов про дизайн. Если вы хотите что-то там самостоятельно делать. Есть вроде как, я бы сказал, два основных направления. То есть либо вы делаете что-то для структурной вещи, какая-то механика, либо вы делаете что-то художественное. Соответственно, как делать художественные вещи, я не расскажу, потому что у меня руки не оттуда растут. Но для этого используются все эти обычные инструменты 3D-моделирования, 3D-макс, что угодно еще. Я, когда мне что-то подобное нужно, я не могу смоделировать с нуля, я могу немножко поравнять что-то, что есть. То есть я использую этот Autodesk MeshMixer. Autodesk это те ребята, которые делают автокад. MeshMixer он такой несложненький, простенький, в нем не так много инструментов. Особенно приятно, но он бесплатен. Можно использовать. Для механических вещей, да, можно использовать обычные там CAD-инструменты. Я пользуюсь двумя. Один это OpenSCAD, который здесь изображен на скриншоте. Второй FreeCAD. Они оба бесплатных. Они работают очень по-разному. Я оба сейчас покажу. Та-та-та-та-та-та-та. OpenSCAD очень понравится программистам. Сейчас я возьму с флешки какую-нибудь моделечку. Почему? Потому что он, собственно, как программирование и выглядит. Вы буквально берете и руками пишете. Так. А, да, принято, мол, нет. А куда я эту вещь сделал? Непонятно, куда я ее делал. Ну, ладно, тогда. Да, это я тоже в FreeCAD делал. Есть у вас, соответственно, код слева. Есть маленькая консолька внизу. Можно куда-то еще угодно переложить. В ней всякие сообщения. И есть, собственно, превьюшка. Вот такая вот деталечка. Это я себе печатал. Сейчас я ее еще раз перерендерю, чтобы она без артефактов отображалась. У меня был гироскоп, для него был мотор, который его раскручивал. У мотора была кожух, в котором он находился. И я как-то экспериментирую, сжег мотор, поэтому мне пришлось купить другой мотор, который не влазил в этот кожух. Я печатал новый. Соответственно, пока он уже рендерится. Собственно, так вот выглядит open-сказочная модель. Вы вот так вот объявляете какие-то переменные. Ну что, сейчас я попробую. Та-дам. Стало больше. Собственно, переменные. Выражения с переменными. Дальше есть модули, есть функции. Функции я даже редко использую. Модуль – это просто какой-то объект. Например, сейчас, чтобы показать что-нибудь. Вот, например, вот эта вот строчка case и две скобочки – это вызов модуля case. Case – вот он здесь. Все, что этот модуль делает, вызывает модуль monolith. Может, я так скучно называю вещи. И модуль дырка в monolith. Вот, собственно, более красиво отрендеренная вещь. Так вот она выглядит. Все моделирование построено на базовых примитивах, таких как пролепипед, цилиндр, шар. Можно делать, если все-таки этого не хватает, более сложные вещи, как задавать точками и поверхностями уже произвольной формы многогранники. Можно отталкиваться от плоскости и, нарисовав какой-то многоугольник, добавить ему объема. Например, добавив ему какую-то высоту. То есть если вы нарисовали условно вручную треугольник, добавили ему высоты, получилась треугольная призма. Или можно добавлять объем с поворотом вокруг оси. То есть вы нарисовали условно окружность, где-то со смещением от центра добавили поворот на 360 градусов, у вас получился тор. Дальше. Разность, объединение, пересечение, вычитание. Все. На этом можно сделать достаточно много. Вот монолит. Вот он сделан из цилиндра. У цилиндра есть диаметр, у него есть высота. Он сделан из еще одного цилиндра, который перемещен в каком-то направлении. То есть 0 это x, еще один 0 это y, barrel height это z координата. Здесь еще какое-то перемещение, еще какой-то цилиндр и вызов модуля юбка. Вот тут что-то тоже происходит, какая-то сфера, какая-то еще что-то. То есть вот это вот OpenSCAD удобен тем, что можно, если вы там что-то где-то в начале на косячу, легко вернуться, что-то поменять, перерендерить. И удобен параметричностью тем, что если вы что-то правильно переменными своими задали, вот нужно указать не 38, а 58, бам, у меня деталь стала выше. Еще в OpenSCAD удобно дебажить. Например, можно подсвечивать какие-то вещи. Можно указать, так, звездочка, я найду звездочку. Бам. И у вас будет напечатано, в смысле, зарендерен только вот этот вот монолит. Пускай он где-то в глубине вашей модели. Так, я забыл, что значит восказательный знак. А, то есть еще хэш. Хэш подсветит, собственно, вашу вещинку. Я лучше дырку подсвечу. Ну вот, если присмотреться, вот у меня таким вот розовеньким цветом подсвечена дырка. Все для того, чтобы разбираться, какого лешего у меня где-то в какой-то глубине не так что-то вырезалось. Все. Это весь OpenSCAD и все, что о нем можно знать. Соответственно, это за один вечер можно познать все. Есть еще FreeCAD. FreeCAD сложнее. Скажем, в OpenSCAD я там знаю, наверное, его процентов 90 и могу нормально использовать 50%. Во FreeCAD это, наверное, я знаю 5% и использую нормально, наверное, вообще нисколько. Но хороший selling point FreeCAD тем, что у него есть офигенный движок удовлетворения ограничениям. Сейчас я покажу, что это значит. Так, так, так. Вот эта вот деталечка в FreeCAD сделанная. Она так криво крутится, опять-таки, потому что у меня руки не оттуда растут. Значит, есть вот такая вот вещь. Я сначала на плоскости. Так, сейчас я его куда-нибудь утащу. Минус этих, блин, всех тулов в том, что у них у всех по-разному работает перетягивание, зум и все такое. Я все время путаюсь. Соответственно, в нем можно на плоскости нарисовать какую-то вещь из отдельных дуг окружности, отрезков и позадавать ограничения в том, что, например, вот это расстояние у меня 25 миллиметров, а вот здесь вот эта дуга окружности касается вот этой дуги окружности. Значит, здесь у меня вот такое расстояние, здесь у меня такое расстояние, и так далее. И если вы задаете достаточное количество ограничений, тадам, у вас получается вот такая сложная криволинейная вещь. Потом этой криволинейной вещи просто добавляется немножко объема и да, господи, как же. Вот происходит вот такая вот деталька. Потом из этой детальки опять-таки можно сделать из нее немножко вырезать. то есть вот у меня вот эта вот дырка, да, то есть в основной детали у меня вот этот вот маленький внутренний, внутренний диаметр, из нее чуть-чуть вырезано, но не на всю глубину, вот этот вот диаметр побольше. И комбинируя вот эти вот добавления объема и вырезки и так далее, можно сделать много чего интересного. а если знать, как вообще весь работает фрикад, можно сделать вообще невероятные вещи, но до такого уровня крутости я не дошел. Ну, раз мы уже здесь, я вам покажу межмиксер. межмиксер, это вещь для вот эта зайка. Если вы там будете заниматься 3D-моделированием, этого зайца вы увидите 10 тысяч раз. Вот, собственно, такая сетка полигонов. И можно делать какие-то вещи, скульптить что-то куда-то. Можно что-то взять и куда-то утащить. Так, куда я что утащил? Так, что-то я не то сделал. Сажите. Плоским сделаем зайки. Сделали чуть более что-то плоским. Сделали ухо уменьшили, сделали плоским. Все это так страшно выглядит, что я делаю, потому что я настолько хороший скульптор. Но люди с ровными руками могут так дизайнить какие-то очень интересные вещи. Тут есть еще куча каких-то кистей, которые что-то делают. И я про них не буду вам рассказывать, потому что я их плохо понимаю. Из таких более механических вещей можно делать какие-то отражения, какие-то перемещения и так далее, какое-то выравнивание. Из полезных вещей есть анализ. Если вы откуда-то где-то скачали детальку, то бывает удобно открыть ее в межмиксере модель и сделать анализ. Это был здесь анализ инспектор. и он будет вот такими вот шариками показывать какие-то ошибки. Здесь вот видите не очевидно. У меня дырка в зайчике снизу. Дырки в модели плохие тем, что нарезчик может пугаться дырок и делать вам какую-то страшную нарезку. А в межмиксере такие грехи можно исправлять. Бам, я заделал дырку. Все, у меня теперь хороший зайчик. Вот так выглядит межмиксер. Я его использую, потом расскажу зачем, но высокоуровнево сугубо, чтобы только что-то править. Если вы можете сделать что-то с нуля, то делайте. все. Часть вторая. Первая часть про собственно 3D-печать закончилась. Теперь вторая часть лекции, если вам будет интересно или нет. Это фотограмметрия для тех, кому хочется все-таки какие-то художественные вещи, но скульптить например, я их не умею, поэтому я их вот краду. Вот там на столе вы можете видеть какие-то статуи, в основном минские. Можно сделать маленькую викторину, кто знает, кто это и где это. То есть они были получены фотограмметрическим образом. Я сам делал эти модели. Их опять-таки я их выкладывал на стинге версии, если вы захотите их там можно найти. Если просто поискать Минск, то собственно все вы это там найдете. Собственно фотограмметрия это процесс создания вот таких 3D-моделей по фотографии. То есть в каждом случае из этих фигурок я шел в город, фотографировал и потом делал модель. Процесс этот немножко занимает время и усилий. Соответственно могу рассказать, как это делается. Первый шаг это фотография. Потом из фотографий восстанавливается собственно программно ракурсы откуда что было сфотографировано. Из этих ракурсов получается облако точек на поверхности собственно моих этих статуй. Потом из облака точек строится уже полигонная сетка. А потом я со слезами на глазах ровняю эту полигонную сетку исправляю все какие-то огрехи и артефакты которые происходят. Значит с фотографией. Что нужно чтобы делать с фотографией? Фотографии нужно хотя бы штук 50. Я делаю как правило наверное 200 или может чуть даже больше. Фотографии должны быть сделаны так чтобы ну как короче на визу что ваш объект занимает процентов 80 фотографии сблизи надо фотографировать издалека не надо должно быть как можно более равномерное освещение то есть если вы фотографируете на улице и у вас ярко светит солнце это плохо то есть даже можно не фотографировать у вас остановится модель очень плохо процентов чего лекции 60 ну вы пришли как раз к началу второй части которая про отлично вот соответственно у меня так вот немножко изменилось восприятие того что такое хорошая погода для фотографии хорошая погода это когда у вас равномерная облачность не проблеска солнца ну и получается такая равномерная засветка если вам не повезло и вы хотите что-то сделать летом а не прекрасной белорусской зимой когда облачно всегда можно делать фотографии близко к рассвету или закату когда у вас солнце уже так примерно раскрыто зданиями но небо еще светлое у вас все света достаточно ты что-то плохое сделал аппарат так не нормально ты сейчас надо просто включить но это сейчас заведется вот дальше если и публикует у вас будет очень много боли не обязательно статуя если вы какую-то свою вещь можете дома что-то делать какую-то фигурочку так сейчас я настрою проект пожалуйста ты же хотел вот соответственно если у вас есть глянцевые участки то будьте готовы к тому что они у вас остановятся тоже очень плохо и вам их нужно будет ровнять соответственно например вот я очень хотел сделать статую этой незнакомки которая на лавочке сидит в сквере недалеко от вокзала она очень блестящая в каких-то местах соответственно я ее так и не сделал отлично отлично ждем один йоу например я с собой не принес потому что она хрупкая но я еще делал статую этой девочки с зонтиком которая в том же сквере я просто очень хотел ее статую я из принципа потратил наверное чисто времени часов 20 ее ровнее это наверное можно считать уже даже немножко моего авторского права в итоговой модели вот но я все равно тяжело было напечатать но да если у вас есть блестящие вещи будет плохо кстати к этой лекции у Маши была идея там вот на Дзержинского есть же этот зубр и она хотела чтобы мы такие сходили его нафотографировали и сделали из него модель так вот это вообще невозможная вещь невозможная потому что он весь состоит во-первых из большого количества во-вторых маленьких во-вторых блестящих каких-то фигнюшечек вот и он представляет из себя не какую-то простую поверхность как статуи а там реально какая-то сеть структурная то есть такая модель не восстановится вообще никогда второй этап это восстановление из фотографии у вас облако точек я сейчас покажу как это выглядит для этого есть разные инструменты я использую call map почему потому что он опять-таки бесплатный я в общем-то все использую бесплатное и достаточно неплохо работает для этого вам нужно будет либо много времени либо хорошая видеокарта можно там оставить на ночь я на ночь оставляю так я вам тогда покажу call map как он выглядит так так я не покажу call map я его покажу вот так ну у меня видеокарта какого-то наверное среднего типа это наверное называется gtx gtx 1060 3 гигабайта в ней памяти ну сейчас уже меньше сейчас меньше чем 400 должно стоить а нет а должна была проект но длительность короче восстановления зависит от количества фотографий и того насколько качественно вы хотите восстановить модель у меня это как правило занимает от 4 до 8 часов то есть как правило оставляю на ночь забываю достаточно простой с точки зрения настройки выбирается автоматическая реконструкция указываете workspace папку ой я даже покажу как это происходит тут экспериментировал с вот этим вот кабаном который у нас есть и стоит на окне так сейчас это все удалю даже так реконструкция фотографии фотографии это я вот этого нашего кабанчика сфоткал где-то сейчас посмотрим сколько 40 фотографий 46 это немножко маловато и я его фоткал как-то достаточно в общем не заморочено качество я обычно выбираю среднее почему потому что когда пытаюсь выбирать большое он у меня падает а падает он у меня потому что ему не хватает оперативки поэтому когда я разживусь большим количеством оперативки и видеокарты буду делать в хорошем качестве так все запускаем и вот справа все понесся лог того что колмап делает учитывая что там мало фотографий не слишком замороченное качество я выбрал я думаю минут через 10 на самом деле он даже справится второй этап фотографии фотографии это восстановление сети из облака это мы сейчас немножко забежим вперед и я вам покажу из облака какой-то другой модели для этого использую MeshLab он тоже бесплатный так почему третья я не помню вот это вот то куда я захожу это reconstruction dance 0 fused это то что у меня сгенерит MeshLab не MeshLab call map call map to do здесь вот мы видим облако точек не особо понятно что это и зачем это вообще нужно соответственно так сейчас я вспомню как блин работают контролы в этом инструменте хильди свиньи ну то есть сейчас мы смотрим не на хильди свиньи а на какую-то другую вещь возможно вы угадаете что это и где это потому что с собой у меня этой модели нету вот это вот остановленные точки здесь мы можем видеть то есть в центре это скульптура да да это скульптура то есть поэтому вокруг нее все вот так вот разлетается потому что фотка в основном скульптура все остальное это то что получилось заодно вот то есть вот мы тут видим скамеечку где курсор на ней даже кто-то сидит и тут скамеечка и тут нужно ходить вот наша эта плиточка ну собственно там вон троечка кто наверное по этой укуренной вещи сложно понять а да побитель значит это цирк и рядом с цирком там черепаха на ней кот на ней слоник вот не все эти точки нам нужны можно удалить лишнее и даже нужно потому что чем меньше точек тем меньше боли вот мышлаб он на самом деле создан для страдания и его контролы очень сложно понять apply так и сейчас тадам удалил все точки вне того что я выделил вот собственно у меня есть что-то можно еще что-то пооблизать лишнее значит важные слова здесь фильтры remeshing а черт screen poison surface reconstruction восстановление поверхности из точек у нее есть какие-то параметры я сложно понимаю что даже не сложно а вообще нет что они значат но глубина реконструкции я обычно уставляю 17 17 потому что чем больше тем лучше но начиная где-то с 19 и 20 это занимает какое-то астрономическое время которое я даже не был готов ждать мы наверное сделаем 14 для простоты следующий этот параметр минимальное количество сэмплов его можно делать больше если у вас достаточно некачественное облако точек как это понять экспериментом можно пять раз попробовать посмотреть что получилось тогда мы нажали что-то происходит мышлаб как-то восстанавливает поверхность к нему вернемся тоже наверное через пять он даже справился сейчас вам тогда покажу что сделал мышлаб пока колмап все еще думает но вообще говоря да восстановление облако точек это самое длительное еще вот вот наша сеть выглядит достаточно топорненько это как раз таки потому что у нас была небольшая глубина реконструкции ту модель которую я делал то есть она делалась где-то на глубине 17 или 18 она была существенно более детализированная но зато принцип понятен а я даже наверное сейчас покажу какая у меня в итоге была моделька так я наверное закрою close и открою то что я делал на самом деле да страшно выглядит но на самом деле это потому что он где-то внутри сейчас я его куда-нибудь утащу а во это глюк короче снизу вот собственно так я научу я вспомню как таскать боже мне так же больно как и вам потому что ладно короче он будет на боку потому что я не помню его нормальный контроль но в общем получилось по-моему достаточно неплохо значит еще раз критическая вещь при фотографировании у вас должно быть пофоткано все со всех сторон то есть я котика фотографировал снизу черепашку тоже со всех ее там голову сторон слоника тоже я фотографировал сверху для этого у меня есть селфи-палка как у настоящей девочки на телефон да потому что у меня не было фотоаппарата если у меня был фотоаппарат я фотографировал на фотоаппарат но так как я низший у меня есть только телефон кстати еще хороший лайфхак когда я рассказывал что блики это боль чтобы было бликов меньше можно использовать поляризационный поляризационный господи фильтр обычная вещь для фотоаппаратов они продаются где угодно в фотомагазинах в Китае он накручивается поверх объектива мораль в том что если вы поиграете с поляризационным фильтром обычно их люди используют для фотографирования моря тогда оно не так бликует для фотографирования там еще что-нибудь в помещении где там тоже какие-то отблески и их тоже можно убирать очень удобно вот но учитывая что у меня очевидно телефон и у него нет объектива на который накрутить фильтр я напечатал вот такую вот рамочку в которую я вкручиваю фильтр надеваю на телефон а это же не поможет там блики будут все равно просто черно-белые блики ну собственно вот весь мой инструмент на телефоне если можно на сфотк вот ну и собственно обычно у меня есть еще 3D палка не 3D а селфи палка для того чтобы можно было телефон поднять над скульптурой ну да ну позорно же говорить что у меня селфи палка да будет 3D палка так call map тем временем все еще считает надо было указать ему плохое качество вот после этого наступает этап равняния то есть вы можете посмотреть что вот тут у слоника у него вот баги какие-то на на его там господи ты боже мой мече какая-то вот левая вещь как-то еще на голове это именно из-за бликов соответственно с этим я уже как-то справляюсь в мешмиксере так как его закрыть а никак не закрыть надо что-то открыть новое да так тарата татата где мой слоник вот мой слоник грузится что-то происходит да что-то происходит вот это уже немножко поровненная модель поставленная горизонтально потому что как правило когда откроете это либо в нарезчике либо в мешмиксере у вас оно будет где-то наперекосяк висеть и так далее ну и вот все вот это уже можно печатать на самом деле тут есть немножко обмана давайте я вам открою тут они демонстрируют то насколько это ужасно выглядит после натягивания сетки на точки что со мной такое импорт реплейс так вот то что я сейчас открою это файлик который я получил из мешмиксера нет мешлаба мешлаба вот это вот вот у меня есть вот этот вот баг у меня что-то происходит ну порядка 200 я делаю ну достаточно обычно в смысле если все хорошо достаточно где-то 50 вот помните я говорил тут есть анализатор вот он показывает что у меня после так как в этой тулепе у меня есть вот какие-то баги значит у меня где-то там дырки в сетке их можно автоматически восстановить исправить но иногда этот мешмиксер ошибается и это проще заращивать вручную ну и вот показывать детально как повернуть модель отрезать лишнее я не буду это проще уже смотреть на ютюбе ролики того как работать с мешмиксером или с каким-то другим тулом может вообще не в нем будете делать собственно все это был весь процесс кроме того что call map до сих пор считает но да восстановление ракурсов и облака точек это самая длительная часть этой всей процедуры ну как ладно самое длительное это потом в мешмиксере исправлять все и ровнять но это приходится делать вручную call map делать все сам тадам все тут наверное остался один последний слайд да здесь есть пара ссылочек которые можно сфоткать первый это singleverse это то где можно найти кучу моделей вторая это страничка у суппорта у того simplify 3d слайсера про который я рассказывал который стоит 120 долларов или сколько там долларов но у них есть очень классный гайд по материалам и их характеристикам то есть вот этот вот я себе даже наверное открою чтобы показать здесь есть сравнительная таблица всяких вот пластиков типа вот lbs пыла при каких температурах они могут эксплуатироваться какие-то их еще параметры какие-то еще там вещи если вы откроете подробную страницу описания этого пластика тут будут какие-то за и против описание при каких температурах что должно делаться какие-то еще подсказки в общем очень классно следующие две это примерно то что я вам рассказывал последних полтора часа ну только в видео не полтора а полчаса в виде видео вот это вот фотограмметрия там будет объяснено все то же самое возможно более понятно все я рассказал все что хотел какие-нибудь вопросы пожелания предложения да да то есть можно ли использовать какой пластик для пищевых вещей да это там есть и упоминается все Да, есть понятие, что надо сделать для того, чтобы...